И всем привет ребят, с Мистер Байк, я сюда записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен легендарнейшему аккаунту, а именно без донату 2.0 и сегодня у нас день рождения нашей игры, а это значит, что пришло время сделать новые прокачки, новые бонусные вещи для этого аккаунта и наконец-таки вернуть ему жизнь. Этому заветному аккаунту, потому что многие уже его похоронили, говорят, мол, где твой бездонат 2.0, где он, куда ты его дел, ты на него забил, хотя я говорил, что этот аккаунт ждет своего часа и ждет своего танка фонда, которого еще к слову нету, но уже сегодня есть возможность сделать новые приобретения под 50% скидочки. И прокачать один дрон, который на сегодняшний момент времени идеально подходит под этот аккаунт. Ну а если вы ждали видеоролик, посвященный бездонату 2.0 и вы хотите, чтобы по этому аккаунту в ближайшее время выходило как можно больше контента, то обязательно поддержите данное видео с лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну и также не забывайте участвовать в розыгрыше по тегу на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкой, но для этого у нас только игры в аккаунтике и устроить ему личный тег. Тег Тим П, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Ну а мы сегодня вместе с вами прокачаем лучший дрон, который есть на сегодняшний момент времени под наш аккаунтик, под нашу дестабилизацию снаряда, под нашу Крусейдера рельсоводик. К слову о устройствах, то лучше это устройство у меня на аккаунтике так есть, под врывалом и все, что оставалось этому аккаунту, это дрон. Я думал, что это будет кризис, но кризис у нас-то занерфили в ближайшее время, я думаю, что его менять не будут, а это значит, что под эту рельсу есть один единственный лучший дрон на сегодняшний момент времени, и это дрон-бустер, и сегодня вместе с вами мы его приобретаем на свой аккаунт и делаем его полностью фуловым, полностью качаным, полностью жестким, нагибаторским, и отправляемся вместе с вами уже на фуловом дроне врывать в матчмейкинг и посмотреть, что там вообще в этом матчмейкинге будет происходить, как баланс вообще сейчас смотрится на таких аккаунтах, насколько сложно или наоборот несложно играть сейчас на таких званиях. На все про все мне нужно потратить всего лишь 500 тысяч кристаллов, и у меня фуловый дрон-бустер на моем бездонате 2.0, 7233 ГСа на подполковники, при этом у меня нету резистов, да, единственный резист, который у меня есть на этом аккаунте, это резист от как раз-таки Миночки, который я тоже в свое время зафулил. Ну и давайте быстро сейчас еще приобретем вот эти вот замечательные припасики, и отправимся в матчмейкинговую катку, сыграем боечек, посмотрим вообще как будет тебе показывать бустер в рамках этого аккаунта. Ну и давайте наберем 150 лайков на этом видеоролике, если вам реально интересен бездонат 2.0, вы хотите, чтобы я начал записывать уже по этому аккаунту какие-то видосы с открытиями, возможно, контейнеров, с прокачкой аккаунта, начал этот аккаунт больше появляться у нас на стримах, ну и дождался того самого заветного танкофондика, потому что до сих пор этот аккаунт, этот танкофонд еще ждет, ждет, ждет этот врывон, чтобы заработать большое количество нужных, я надеюсь, я надеюсь, очень сильно надеюсь, нужных предметов, потому что если в танкофонде нужные предметы не будут под этот аккаунт, ну как минимум, конечно, четвертый слот будет, да, но в любом случае может быть такое, что там не все будет так гладко и идеально, исходя из того, что мне необходимо на этом аккаунте. Так, закидывает меня на простор ТДМ, запикивает меня с довольно большими звонками, но я думаю, что в принципе у меня-то вооружение такое сейчас, хорошенькое, вкусненькое, особенно под бустера пулового, сейчас посмотрим, какие вообще здесь будут залетать тычечки у нас, насколько они будут залетать большие по урону, будет ли вообще вкусное врывалово у нас или не будет. Так, здесь у нас настройки надо, как в настройки эти зайти, отключить эту, как его тему, как она называется, так, размер интерфейса, так, 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 как это называется, текстовые статус эффекты, нет, отображать индикатор воор, вот это мне надо отключить, потому что я очень сильно не привык играть с этой темой. Две четыреста в голову с первой рельсы, две четыреста с первой рельсочки, со второй шестьсот, посмотрим вообще, какой урон будет залетать у нас с этой рельсы, насколько часто будут вылетать креточки. Опа, пикает под тыщеночку боец, здесь еще разочек, может быть, такой сейчас Хантер широкий пик делает, что-то он не хочет широко пикать. Две четыреста у нас с одной рельсы, залетает, это ваншот железобетонный легкого танка, ну и что касаемо средних танков, то в целом, наверное, все зависит от их прокачки, на таких званиях, наверное, здесь прокачка у ребяточек хорошая, 4800, залетает по бездашному танку, и вообще можно попробовать, наверное, даже потушинга какого-то дать. Давайте попробуем сагрессировать, сыграть чуть-чуть более нагло, хотя тут база у противников немножко неудобная, чтобы пушить, наверное, но давайте попробуем, посмотрим. Блин, тут какие-то контейнеры на базе. Кто-то поставил зачем-то так, тысяча у нас урончика залетает, довольно много мне здесь рельсы на врывало удают, и я благополучно улетаю на респаун. Ну, против таких званий, наверное, этот аккаунт будет плюс-минус средненько держаться, да, то есть это не будет какая-то и супер жесткая имба, ну и не будет какой-то жесткий слив, да, то есть по сути это сочетание, оно такое очень универсальное, и оно работает, ну, на сегодняшний момент времени оно уже точно работает даже против легенд, да, даже против легенд я смогу на этом сочетании уже вывозить, да, потому что, ну, ГСК 7000, половый бустер МК 5 до МК 6 у меня полностью получается прокачано Крусейдер и рельса, и в целом, наверное, этого уже более чем достаточно для того, чтобы конкурировать даже с большими званиями. Ну, а на своих званиях вы понимаете, что, понятное дело, у меня будет еще больше возможностей, реализации, да, и еще больше я смогу реализовывать по урончику врывонов. Ну, резистов, конечно, не хватает, против особенно таких противников резистов не хватает, хочется иметь резист, вот, например, от той же рельсы, да, потому что рельса что-то как-то по урончику прям очень некисло наваливает, да, и если бы у меня этот резистик от рельсочки был бы, было бы намного-намного покомфортнее, но так, в целом, даже при таких раскладах выглядит все дело неплохо. Если бы я бы еще так много не разговаривал, а старался бы стрелять больше, то, может быть, и количество киллов было бы у нас явно здесь побольше. Так, здесь, конечно, меня немножечко ловит боец жестко, лак сервера какой-то происходит непонятный. Так, опачки, на хорошем распике поймал бойца, поймал бойца на распике. Так, какие-то подлаги у меня тут что-то, что-то какая-то прикол духа появляется, хотя вроде как у меня ничего здесь не должно подлагивать. Так, ну и есть у нас здесь викинга рельса, отличная, 2000 урона, даже без ДДшки я наношу, то есть получается у нас такая максимально кемперская игра, максимальный кемпер Иван стартует. И, в принципе, ну, наверное, для такой карты и никакого другого движения это и быть и не может у нас. Да, то есть, по сути, на такой карте нам лучше всего и стоять чисто на распике в такой позиционочке и стараться накидывать урончик по оппонентам, потому что у нас, получается, на выпушивании здесь не будет ничего хорошего получаться из-за того, что у нас у противника только один левый подъем, а тут мегаголд, а тут мегаденьги, я вижу, где эти мегаденюшки. Даю блокшотика. Ребятки видят мегабабки? Не знаю, видят они мегаденьги или не видят, но я эти мегаденьги вижу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Я думал, что это 15 танкоинчиков. Для такого аккаунта 15 танкоинчиков было бы прям вообще бонусно. Потому что сирена-то у нас такая, как от торта. Но почему-то сирена как от торта, а падает мегаголдик. Ну ладно, в принципе, наверное, ничего страшного. Я и мегаголдику на 10 тысяч кристаллов, в принципе, рад. Так, ну и у нас 108 киллов. Противник пытается нас догнать здесь по киллам в рамках этого боя. Не знаю, по кому сводка. Нет, не по мне. Отлично. Противник пытается здесь выпекить. Не такое большое количество критов, если честно, залетает в моменте. Кажется, как будто это вообще рельса суперслабая. Но на дистанции, конечно, она раскручиваться может очень и очень хорошо. Попробуем дать такую сосулендру. Сосулендра отличная, залетает по аресу. Ну и в целом, наверное, здесь-то другой реализации я и не вижу. Да, как распикивать просто оппонента из-под своей базы. Можно было бы, конечно, больше попробовать попушить. Но я попробовал. И ничего хорошего у меня, честно говоря, из этого не вышло. Поэтому лучше, наверное, просто постоять покемпить. Попытаться понакидывать как можно больше урона по оппоненту. Особенно поподлавливать оппонента. Вот здесь можно еще. Когда он так распикивает. Блин. Глушение сработало. Пытается он вообще чисто в нагляк пикать. Ну и за это его, конечно же, здесь можно и наказать. 3000 урона по аресу вражескому тоже залетает. Плохо, конечно же, что здесь ваншотов нету в большом... В большинстве своем. Из-за того, что у нас, ребяточки-то, тут уже такие попались маршалы всякие. Но я считаю, что и так, в принципе, неплохо. Так, это сводка в кого? Не в меня, да? Не в меня сводоил. Ой, 4800 в голову зато. Бам, мне нравится, что у меня нет кулдауна на ДД. Потому что я на ДДшке могу все время наваливать. Еще бы я бы не промахивался бы так много. Вообще было бы все максимально шикарно. Так, Викинг. Ну, что там, как-то не хочет пикать. Чуть-чуть на широкой пикнул на его. Нет, не набрели его. Здесь вот тут кого? Не в меня опять. Опять не в меня смотрела. Здесь по Васпику добавляем контентика. И еще чуть-чуть можно было бы добавить. Так, ну и ждем пика. Ждем пика. Пикнет. Не пикнет. Не хочет что-то пикать боец. Так, арест шарик запускает. Но шарик в стену. Нормальный рабочий. Так, вот сейчас пикает. Отлично. 2400 в голову сразу залетает. Здесь на респаунчик улетает боец. Так, ну и у нас 142 килла. Полторы минутки до конца. Досрочку мы сделаем в рамках этого боя или не сделаем? Бустер точно увеличит возможности игры на этом аккаунте. Да, и сделает более удобным, наверное, реализацию этого вооружения на сегодняшний момент времени. Если сравнивать, например, бустер и брут, то разница очевидная. Да, учитывая тот факт, что у бустера сейчас такое же количество урона, как и у... Как и у... Шикарная риса. Как и у Кризиса. Ну и в целом, мне, если честно, это дело нравится. Ну, единственное только... Резисты еще надо. А резисты появятся только лишь на больших званиях. Ну, либо если резисты появятся в каких-то ивентах. То есть, есть шанс еще на то, что резисты в какие-то ивенты добавят. Тогда будет возможность их тоже приобрести. Так, попробуем дать такую. Не знаю, залетит, не залетит. Залетело. Шикарно. В головешечку залетает еще и тыченочка. Так, и 5 секунд до конца. Либо плюс килл. Плюс килл. А, у нас кто-то делитнулся. Ну, ладно, в любом случае мы катку выиграем. Хоть и не досрочно. И за такую катку я получаю 2000 кристаллов за такой бой. Плюс десятку сверху с поимочки. Ну, и в целом, я считаю, это очень и очень хорошее возвращение для моего бездоната 2.0. Забираем тут еще какие-нибудь дополнительные бонусы. Два контейнера отсюда. Прямочка у меня здесь вкусная в обучениях до сих пор лежит. Вот, здесь забираем еще 4 звездочки. И здесь забираем еще один контейнер. Как-то так. Пишите, что вы думаете по поводу бездонатика 2.0. Как вам такая покупочка. Также пишите, что вы приобрели на этих скидочках на свои аккаунтики. Обязательно поддержьте данный видос лайком. Если вам понравилось и вы ждете следующую серию бездоната 2.0. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.